мы откроем композицию которую мы выполнили на прошлом уроке и давайте посмотрим еще раз вот так замечательно у нас все собирается в середину и здесь напрашивается создание титров к нашей заставке как эти титры создавать мы будем изучать начиная с этого урока но поскольку титры я собираюсь выставить именно на нашу композицию здесь поэтому я работу буду проводить именно в этом проекте но композицию я создам отдельно от него нажимаю на создание новой композиции продолжительно составлю 10 секунд композиция будет называться ну давайте текст назовем здесь название композиции что мы видели по названию и как вы видите у нас создалась новая композиция текст старая наша композиция осталась вот с левой стороны мы можем любой момент потом перейти на туда или же использовать средства выполненные здесь то есть вот элементы к той композиции но это мы покажем чуть попозже а сегодняшняя наша тема называется работа с текстовыми слоями поэтому здесь мы будем использовать кнопку с верхнего с верхней панели кнопка называется горизонтал тайп тул горизонтальная надпись для этого мы нажимаем на кнопку соответственно выбираем два варианта горизонтальное расположение нашего текста и вертикальное расположение нашего текста если выберем верхний текст то при наборе текста у нас получается давайте увеличу шрифт вот такой текст а если мы выберем вертикальное расположение текста то текст наш будет идти сверху вниз и обратите внимание на то что каждый текст который мы набираем здесь создается у нас в виде отдельного слоя на таймлайне но это не означает что вот допустим два у нас название текст и текст 1 но если мы здесь давайте выделим но если мы здесь будем менять название нашего текста то соответственно меняется у нас название на таймлайне но не наоборот если мы поменяем допустим тут название и для этого мы нажимаем клавишу enter и добавим что-нибудь наверху как видите ничего же не меняется это просто название а а наоборот здесь то что мы набираем это связано с нашим окном таймлайн с палитрой и давайте уже конкретнее поработаем с нашим текстом наберем нужный нам текст это я удалю давайте shift выберем привычный нам а то совсем корявый шрифт так мы наберем горизонтальный текст и наберем мире фэнтези ну и разобьем на две строчки нажмем enter увеличение текста здесь можно осуществить и и другие операции которые мы можем применять к нашему тексту с правой стороны автоматически после нажатия на кнопку появились у нас две палитры которые отвечают за написание нашего текста вот эти палитры находятся у нас левой с правой стороны верхняя палитра которая называется черектер отвечает у нас за начертание наших букв нижняя палитра под названием параграф у нас отвечает за вранивание текста которую мы наберем так ну вот мы выбрали какой-то шрифт если мы раскроем наши шрифты здесь то здесь гарнитура отражается одинаково для всех и выбрать тот единый шрифт очень тяжело поскольку надо будет нажимать тыкать и непонятно что у нас при этом получится но некоторые шрифты как видите не меняются почему не меняются потому что у нас большинство шрифтов которые здесь стоят они почему-то не воспринимают у нас русскоязычную гарнитуру но тем не менее если вы хотите поменять быстрее ваш шрифт вы щелкаете в районе гарнитуры шрифта вот сюда щелкаем повторно чтобы курсор появился в названии шрифта и с помощью стрелок вниз вверх мы можем выбрать тот или иной шрифт который вам нужен вот давайте я остановлюсь на этом шрифте изменить ширину высоту и так далее вот размеры данного шрифта можно взявшись допустим за один из угловых маркеров и отпустив другой вариант изменения шрифта это вот с правой стороны мы выбираем кнопку отвечающую за увеличение уменьшение нашего шрифта следующая кнопка под названием леддинг отвечает у нас за межстрочный интервал если мы изменим сторону увеличения цифры мы видим что первая строка и вторая строка друг от друга отходят можно даже делать вот такую накладку но если вы здесь возьмете вариант нажав на стрелку авто вы получите первоначальный вид который у вас был следующая кнопка у нас отвечает за межбуквенный интервал взявшись за цифры которые находятся справа мы можем изменить буквенный интервал с правой стороны у нас имеются вот такие две черные два квадрата один черненький может быть у вас другой цвет внизу еще один квадрат верхний квадрат отвечает у нас за цвет наших букв если мы выберем другой какой-нибудь цвет допустим желтый и соответственно меняется у нас заливка наших букв нижний квадратик отвечает за обводку наших букв перечеркнутая линия означает что у нас обводки в данный момент отсутствует если вы шелкните здесь и выберите здесь какой-нибудь цвет допустим красненький да мы с вами получаем обводку вот такого цвета но если вам хочется изменить обводку увеличить его размеры то за это отвечает у нас вот кнопка которая называется строк вис толщина контура то соответственно мы с вами видим что у нас получается есть контур и со всем мы его размазали почему так получилось что она допустим размазывается а дело здесь в том что справа от него еще имеется у нас кнопка которая называется допустим fill over строк заливка над над контуром поэтому и происходит вот такое дело как вот закрытие нашим значит контуром наших букв ну мы можем выбрать допустим вариант строк over fill контур над заливкой контур над заливкой и тогда вы видите что контур который находится у нас вообще сверху она полностью закрывает наши буквы и наши буквы не видны то есть данный контур перекрывает наши буквы но есть еще замечательная строка которая позволит нам сделать следующее all fills over all строк то есть все заливки над всеми контурами all fills все заливки over all strokes над всеми контурами выбираем и если мы увеличиваем то мы с вами видим наша заливка которая была по любому находится над всеми контурами которые мы делаем то есть контур сзади заливка наша букв желтый цвет всегда видно уменьшим еще один момент все все контур над всеми заливками все шелкаем и вот видите все наши контура находятся над заливкой и все что мы делаем этого не видно Поэтому выберите нужный вам вариант Оставлю я All fields over strokes И увеличу немного Переходим ниже Вот следующая кнопка, которая имеет с левой стороны стрелку вверх и вниз Данная кнопка отвечает у нас за размеры наших букв Увеличиваем, уменьшаем С правой стороны отвечает у нас за растяжку наших букв, нашего текста А вот еще ниже имеется у нас кнопка, которая называется без line shift Данная кнопка, вот посмотрите Вроде бы ничего интересного не происходит, кроме как смещается вверх-вниз От того, что мы вот так будем двигаться, я думаю, ничего интересного не произойдет Почему? Потому что мы можем это вручную двигать и задавать, соответственно, ключевые кадры Но назначение этой кнопки чуть-чуть другое Для того, чтобы его в полную силу испытать Необходимо нажать двойной щелчок на нашем тексте И допустим, я говорю Буква V я смещаю наверх И относительно нашего текста я именно букву V буду двигать Теперь выбираю букву I Двигаю тоже вверх Букву E вверх Букву E вниз Букву T тоже вниз И Тоже двигая вниз И таким образом мы получили вот такую замечательную надпись И немножко Отдалим друг от друга На следующем уроке мы продолжим работу с этим текстом Поэтому не забудьте сохранить нашу работу File.Save Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!